Фестиваль кинофильмов «Хотдогс» или «Горячая документалка», который каждую весну проходит в крупнейшем мегаполисе Канады, всегда вызывает волнение у каждого, кто любопытен и кто любит хорошее документальное кино. Более 200 фильмов на самые разнообразные темы, от кулинарных небожителей знаменитостей до серьезных политических. Не просто яркий калейдоскоп, но и праздник, на который со всего мира съезжаются сотни документалистов. В 2016 году на фестивале было представлено необычно мало фильмов, связанных со странами, где русский язык не является очень иностранным, но все-таки они были. Одним из таких фильмов стала документальная картина «Святая корова» имама Хасанова, режиссера из Азербайджана, представившего очень поэтичный взгляд на жизнь небольшой деревни и проколизии, возникшие из-за желания одного из местных жителей получать парное молоко от коровы европейской породы. Ваш фильм называется «Святая» или «Священная корова»? Ну, по-английски это «Holly», но по-русски это и «Священная» и «Святая». Имя – она святая. Она не священная, она святая. И для героя она святая, потому что он так… это как мечта, и он с трудом добивает свою мечту, как бы, и я думаю, что поэтому она святая. Ваш герой живет в отдаленной деревне, и у него мечта завести корову европейской породы, такую, которых нет в этих местах. Привозят, и соседи начинают напрягаться. Как вы нашли такую историю? Ведь звучит, как заранее написанный сценарий. Я сам работал на телевидении. Там они хотели сделать про эту деревню, ну, там сюжет из деревни, как бы, потому что она традиционная, она особая, в общем. И государство, как бы, под защищением государства и все такое. Ну, там я встретился с одним человеком, ну, которого мы брали интервью для телевидения. И он сказал мне, что вот у меня есть друг, он хочет купить корову. Не хотите ли вы сделать что-нибудь? Может, про него тоже снимете? Он, в принципе, европейскую корову хочет, он ничего такого не хочет. Мы сказали, давайте увидимся, поговорим, может, я не знаю, может, он вдруг не понравится, может, идея, она нереальная вообще. И вдруг он пришел, в общем, я ждал его долго, он пришел все-таки. И мы встретились, и он, как бы, рассказал про свою идею и про конфликт тоже. И я сказал, что я хочу увидеть, где вы живете и все такое. Мы пошли к нему домой. Он очень далеко живет, как бы, от деревни, потому что это там немножко, он отделенный такой, как бы. И я увидел тоже локейшн, и я сказал, что все, это мой герой. Дети. Это, как бы, он живет, он жил там 24 года в этом вагоне, вагончик такой длинный. И я подумал, что, боже мой, это просто, это, это то, что я искал, как будто. Это такой шанс для меня, чтобы сделать фильм про него и про такую идею. Это вообще. Мы стали снимать. Я сказал, что все равно, на что попало, мы будем снимать. Я сказал, что ему, я попросил, можно, чтобы ты пошел к этим аксакалам и попросил у них вот это разрешение. Конечно, я сначала познакомился с ними, поговорил, хотел подружиться, чтобы они не испугались, не сказали, что мы не хотим. Все такое. То есть, и познакомились, когда мы знакомились с ними, они спросили, как меня зовут, я сказал, имам. Они сказали, оу, имам, это святой человек, это очень святое имя, в общем, мы вам доверяем. Мы стали ощутить все такое, подружились. И я сказал, что вот, я хочу это сделать. И мы поставили камеру и начали снимать. Конечно, это DV, это никогда повторно так не снимешь никогда. Что там произошло? Старейшины ругались на героя, потому что не хотели европейскую корову? Я их долго снимал. Там у меня много материалов было. Просто из-за того, что и мой оператор, он не очень, ну, он телевизионный был. Немножко эти кадры получились не очень хорошо, потому что там еще больше возмущений было все такое. Ну, эта сцена, она сама немножко длинная. Ну, они повторяли все то же самое, только не подрались, как бы уже. Ну, я остановил, что не надо все, окей, хорошо. Возмущение из-за чего? Возмущение, потому что они не знают эту корову. Они даже говорят, что как бы тоже хорошую сторону, тоже говорят, что она не может тут ходить, потому что она создана только для фермы. Она должна стоять там. И мы не знаем молоко, не знаем, где ты будешь продавать. Я не знаю, там, эти моменты, которые их возмущало. Они не знают, они консервативные люди. Они не хотят пропустить, как бы, чего-то к себе близко, потому что это незнакомые. И я понимаю их, я их очень люблю. И до сих пор у нас есть контакты. Я просто обожаю их. Они как маленькие дети. Я просто за камерой стоял и говорил, боже мой, как можно так возмущаться, как можно так говорить вообще? Я успокаивал героя, что ну не волнуйся, все будет хорошо. Я буду, я рядом, я все. Но он говорит, что все равно я хочу купить эту корову. Даже если ты не рядом, они против. Я сказал, хорошо, это вообще. А эта корова для героя такая золотая жила? Это знаете почему? Это потому, что я спрашивал, ну повод, почему ты хочешь купить эту корову? Он сказал, что местные коровы, они очень маленькие и всего лишь в течение дня они дают всего лишь 9 литров, там 8 литров молока. А эти коровы, они большие, многие едят, но зато молока у них больше, 40 литров где-то. Я сказал, и ты что будешь делать с этим? Он сказал, я буду продавать, учить жизнь своих детей, семью. Я хочу, чтобы они не стали фермерами такой же, такой же, как я. Я хочу, чтобы они учились, уехали отсюда, не оставались в деревне. Потому что я думаю, что как рос, так и метафора. Да. И, конечно, это я, когда я в течение 4 лет снимал, и это было как бы постепенно я вырос с ним. То есть я когда снимал, это было вообще начало, я вообще не знал, что из этого получится. Получится ли фильм, проект ли это, вообще сможет ли он купить корову. Я просто, поэтому я ждал, ждал, ждал. Я даже во время постпродакшена, я даже не знал, как начать фильм. Я не знал, с чего начать. Я не знал, как закончить фильм. Я не знал это вообще. Потому что мы монтировали, и при этом снимал, я езжал обратно. Мы в Берлине делали постпродаж. Я езжал обратно, и опять ехал к нему, оставался там, наблюдал за ним. Я просто хотел, что-то произошло вообще-то. То есть для документалиста, наверное, документального режиссера, хорошо, когда плохо ему, его герою, да, скажем так. Но для меня это было не так. Я, честно говоря, я думал, что, может, корова умрет, может, не сможет рожать, может, что-то будет. Из титров я видела, что финансирование на фильм вы нашли в Европе, а не в Азербайджане. Для молодых документалистов это всегда интересный вопрос. Где найти финансирование? У вас как это получилось? Я, честно говоря, когда мы начали, это был такой проект, чешский проект, курсы были такие в Грузии. И я сказал, что можно туда подать это вообще-то. Надо смонтировать, у меня есть материал, надо сделать трейлер или что-то. Давай отправим, просто посмотрим, что получится из этого. Посмотрим. И все как-то получилось. Нам не дали первое место. Потом они бесплатно послали нас в Прагу из топ-платформы. Потом как-то люди стали смотреть, и им понравился стайл фильма. Понимаете? И все вот так постепенно мы нашли людей. Мы стали искать дальше. Я не сдавался. Я хотел идти дальше за своей мечтой. Не у каждого человека. У каждого человека есть мечта. Но многие сдаются сразу. А я не сдавался. Поэтому и саннесс получился. И я не знаю, может быть, у меня такая аура, что я когда вхожу в контакт с людьми, они доверяют. Или там, не знаю, или там с людьми, с которыми я работаю. Можно задать вопрос, почему получается у меня? Потому что я этого очень хочу. То есть я иду за этим. Поэтому, когда вот люди, наверное, которые дают деньги, они чувствуют, наверное, эту энергетику, наверное. И это в моем фильме есть, что я так плохо на своем, так на своего героя не смотрю. Я как брат с ним. И поэтому я думаю, что самое главное – искренность. Если ты искренний человек, искренний режиссер, у тебя есть душа, значит, все получится.